Намаскарам, Сатагуру. У меня вопрос о благости. Не знаю, как точно сформулировать, но... О чём? О благости. Благость. О благости. Да. Мне кажется, что это происходит случайно, по воле случая. В том смысле, что она приходит и уходит непонятно как, по каким причинам. Даже если она приходит, мне кажется, что я быстро теряю это состояние. Я хотел бы попросить вас рассказать подробнее о благости и как она работает. Например, здесь, в Ашраме, очень легко почувствовать это. Но стоит выйти отсюда, и становится довольно трудно поддерживать связь с этой энергией или благостью. Не могли бы вы немного рассказать об этом? Спасибо. Вы просите меня рассказать об аромате этого цветка. Как это сделать? Только если у тебя хорошее обоняние. Прекрасно. Иначе, если у кого-то заложен нос, это ничего не значит. Так что... Для очень многих благость ничего не значит. они даже не то, чтобы нужно было говорить или думать об этом. Просто... если вы слишком сосредоточены на себе, не осознают благость только те, кто слишком занят собой. В том смысле, что... не нужно даже ходить в школу и изучать планеты, и Солнечную систему, и галактики, и прочее. Просто как человек, если вы посмотрите наверх, вы не будете знать, где начало и где конец, и где-то посреди всего этого. Вы сидите на вращающейся планете и видите, вы в порядке. Однозначно, это не в ваших рук дело. Не так ли? Определенно, не в ваших силах сделать подобное. Чтобы... Чтобы не удержало это. Одно имя этому... Благость. Вопрос только в том, доступны вы или нет. Когда мы говорим «благость», мы ищем не что-то определенное, но ищем начало и основу всего существующего. Потому что вы не знаете, каким образом поддерживается Солнечная система. Вы не знаете, на чем держится вся Вселенная. вы даже ничего не знаете о своей природе. Как такое множество клеток удерживаются вместе и делают возможным ваше существование? На самом деле вы не знаете. Вы не знаете. У вас есть множество объяснений, но вы не знаете. Если бы вы знали, то создали бы это прямо сейчас. Если бы вы точно знали, как это сделать. Не так ли? Поэтому, если вы не знаете так много, и все по-прежнему складывается хорошо, очевидно, что это не случайность. Что бы ни поддерживало всю нашу планету, эту энергию, эту силу, мы называем благостью. Но теперь вопрос в том, как сделать себя восприимчивым к этому. Если у вас заложен нос, аромат цветка для вас ничего не значит. Если вы слепы, свет для вас не существует. Если вы нечувствительны, для вас ничего не имеет значения. Поэтому вопрос в том, как стать восприимчивым. Большинство людей чувствительны в плане своего эго, а не своей жизни. В наше время надо очень внимательно следить, что говоришь людям, потому что они ужасно самолюбивы. Они могут расстроиться буквально из-за чего угодно. Во-первых, сначала вы создаете одну иллюзию, а затем другую иллюзию подъема или провала. Это очень плохая игра. Вам нужно полностью избавиться от иллюзий. И чем скорее, тем лучше. Если вы будете полностью лишены иллюзии, вы будете доступны для благости всегда. Если у вас нет собственных иллюзий, вам будет интересно все вокруг. Вы будете задаваться вопросами обо всем вокруг, как можно не интересоваться окружающим самим своим существованием. Если у вас нет умозаключений ни о чем, вы просто будете купаться в благости. Даже сейчас вы в благости, но вы не можете наслаждаться ей, если вы неосознаны. Вот и все. Это не будет работать на вас, потому что вы неосознаны. Это влияет на вас. Но вы не можете в полном объеме получить пользу от этого. Современная медицина уже доказала, что у двух разных человек, если они съедят одну и ту же еду, питательные вещества усвоятся по-разному. Абсолютно одинаковая еда. Но разные люди получат разное насыщение, потому что это зависит от вашей способности получать питательные вещества из пищи. Поэтому, чтобы развить эту способность, все мы находимся в благости. Но необходимо развивать способность получать от этого насыщение. И чтобы жизнь стала выражением этой благости. Видите ли, если понюхать этот цветок, это распространенный цветок в Южной Индии. У него необыкновенный аромат. Вы думаете, наши садовники поливают корни ароматом? Нет, они кладут удобрения, поверьте мне. Да. Даже если вы кладете навоз, посмотрите, какой чудесный цветок вырастает. И это потому, что такова его природа. И поэтому мы сажаем деревья, удобряем их, заботимся о них, все беспокоены тем, как их вырастить. Допустим, цветок бы пахни приятно. Допустим, он бы источал только запах навоза. Мы бы не стали сажать такие деревья, не так ли? и так благость дает много хорошего. Как только вы начинаете источать благость, все вокруг хотят поддерживать ее, все хотят развивать ее, все хотят стать ее частью, потому что вы источаете благость. теперь вопрос не в том, находитесь ли вы в благости или нет. Это так, иначе вы бы не существовали. вопрос только в том, излучаете ли вы благость или преобразуете ее во что-то неприятное и отдаете это окружающим. Я расскажу вам одну хорошо известную в Индии историю. Это народное творчество. Практически каждый в этой стране должно быть знает эту историю. Жил в лесу один слепый мудрец. Он совершенно ничего не видел и просто сидел на одном месте. Когда люди проходили мимо него, они давали ему подаяние, и этим он жил. Он был абсолютно слепым. Однажды случилось так, что корольцы своей свитой и придворными отправились на охоту. На охоте во время погони за пятнистым оленем они заблудились. Они избились с пути, и король отделился от группы и потерялся, потому что у короля всегда самый быстрый конь. Он скакал на самом лучшем коне, и поэтому скакал вперед и потерялся. Свит искала его и скала, и в конце концов все они потерялись. И затем один стражник пришел и спросил у мудреца, «Ты не видел короля?» Он сказал, «Нет». Затем прискакал военачальник и спросил, «Ты видел?» Он сказал, «Нет». Потом пришел министр и спросил, «Ты видел?» «Нет». Потом прискакал сам король. И слепой мудрец сразу же узнал, что это король и сказал, «О, твои люди искали тебя. Сначала приходил стражник, потом военачальник, потом министр». Мудрец ответил, «О, божественный, как же ты понял, что сначала приходил стражник, потом военачальник, а потом министр?» Мудрец ответил, «Первый, кто пришел, сказал, «Эй, слепой, ты не видел тут нашего короля? Проезжал здесь кто-нибудь?» Поэтому я понял, что это должно быть солдат». Второй говорил властно, но без уважения. Поэтому я понял, что это должно быть кто-то из военачальников. Третий же говорил с огромным уважением, поэтому я решил, что это твой министр. И вот пришел ты и, дотронувшись до моих ступней, обратился ко мне, «О, божественный, должно быть ты король». Употребляете ли вы пищу, дышите, пьете воду, все это благость. Потому что как иначе? Две молекулы водорода и одна молекула кислорода становятся водой, приносящей жизнь. Это благость. Конечно, этому можно дать объяснение, но вы не понимаете, почему это происходит, не так ли? Все это происходит, и это благость. Если вы выпьете это, съедите это или вдохнете это, станете ли вы тоже источать благость? Поскольку вы вобрали благость, вы также должны и распространять благость. Но, к сожалению, люди выбирают в себя такие замечательные вещи и превращают их во что-то неприятное и распространяют это повсюду. Но посмотрите на дерево. Вы даете ему навоз, а оно источает благоухание. Настало время научиться у дерева, как это делать. Научиться, как это делают скалы. И тогда вы начнете источать благость. Поэтому вопрос не в том, находитесь ли вы в благости или нет. Однозначно, каждое существо находится в благости. Можете ли вы отдавать благость, которую впитали? Вот в чем вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА